Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы, Меня все это так волнует, ведь в этом мире я и ты. В избытке силы обновления, познавшие радость и любовь, В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 30 июля, день Марины, назван честь страданий святой великомученице Марины. Девнадцатилетней девочкой она услышала от одного человека Божие Слово о Христе Иисусе, и распалилась сердце ее божественной любую. За отказ принести жертву идола была жестоко пытаема. Потом хотели утопить, но затраслась земля, веревки развязались. Сверху над головой мученицы засияли лучи несказанного света, и явилась белая голубка, сходящая сверху, подобно солнцу, свинцом золотым. На Руси считали, что сегодняшний день – время молнии и зорниц, которые предвещали засуху и пожары. Запрещалось смотреть на молнии и без особой необходимости выходить из дома. В этот день наблюдали за погодой и по приметам судили, какой будет наступающая осень. Приметы. Если сегодня гроза, осень будет дождливой. А вот жаркий и сухой день сегодня предвещает малоснежную, но холодную зиму. Если днем очень жарко, а ночью холодает, следующий день будет ясным и солнечным. То есть петрушка является прекрасным, мочегонным, естественным средством, которое можно применять для отеков, для очищения. Так, получается, вот утром встали отекшие, корень петрушки съели. Крышочек петрушки действительно мы с вами можем просто-напросто или натереть на терочке. А я вот сейчас вот отрезала эту пимпочку, да, и хочу попробовать. А вкусный. Я все сравниваю с известным мне сельдереем. Сельдерей более острый, как оказалось. А этот сладковатый. А вот еще вопрос. Кора. Есть ее с корой или не есть? Кого ее? Его. И напоминает чем-то морковку. Да, но более ароматная. Более ароматная. Да, она как будто с духами какими-то, с парфюмом. Ну, действительно, у петрушки есть еще вот этот как раз верхний слой. Да. Вот если мы его берем. Вот это как раз кора. Кора. Что в коре у нас? А здесь как раз белая мякоть. Угу. Как правило, что у нас содержится в коре? Так как петрушка, смотрите, погружена в землю. Соприкасается с землей. А в земле мы знаем. Там, он говорит, и различные микробы. Да. И различные грибки. Товарищи, которые нам совсем не товарищи. Да. И эти все товарищи, что они норовят делать? Они норовят любое, что попадает в землю съесть. Вот. И петрушка вот этим вот запахом, оказывается, она отбивает, она защищается от грибков, от бактерий. И особенная мощная защита оказывается в коре. В коре, да. И в коре больше всего микроэлементов, потому что в мякоти их гораздо меньше. Поэтому, если вы хотите иметь мощный мочегонный эффект, кстати, петрушка за счет своих эфирных масел и способствует тому, что дробит все в организме. То есть попадает. Камушки, песочек. Разные камушки, песочек, особенно вот когда она в круг всасывается, идет, промывается через почки, значит, вот эта вот ароматная жидкость, то бишь круг, начинает делать свое дело. Своим ароматом дробит разные там отложения песочек. Вот. Кора. Кора действует еще более сильнее. За счет своих вот этих вот микроэлементов, потому что микроэлементов здесь несколько раз больше, она способствует тому, что и очищает нас лучше. То есть после того, как мы используем, допустим, ну, сок, салат, или же просто-напросто берем кору, ни в коем случае ее не выбрасываем, мы эту кору собираем, высушиваем, потом отвариваем, можно в суп, можно пить. Прекрасное средство для очищения организма, для растворения разного рода солей и выведения их из организма. Но опять-таки, использовать их надо постепенно, то есть петрушечку. Почему? За счет сильного, мощного, очищающего действия. Сразу как прослабить. Поэтому, если вот говорят так, сок, белый сок петрушечки, его больше чайной ложечки не рекомендуется, чтобы вас сильно не прослабило. Уже столовая ложка, это очень большая доза. А если полстакана, это уже я не знаю, что с вами может быть. А если сок из коры, корня петрушки, так там вообще капелька. Но это я шучу. Просто мне, знаете, что понравилось для того, чтобы я сама себе запомнила на всю оставшуюся жизнь. Образ пограничника. Получается, что это кора, это пограничники. На границе ветер ходит хмуро, край суровый. И еще важно отметить, что растение, любое растение, как растущее на поверхности земли, так и особенно в зиме, уже сказал, защищается. Вот этот вот сок, который там находится, он уже содержит биологически активные вещества, подавляющие жизнедеятельность различных микробов. Поэтому, если у нас вдруг что-то имеется, там же бурчало в животе, имеется какое-то расстройство, можно сока петрушки, можно выпить отвара петрушки, и будет прекрасно действовать. И, кстати, о растворяющих свойствах сока петрушки, говорят, такое народное средство, как веснушки сводят с помощью сока петрушки. Да ладно? Растворяет. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!